МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии. Анна Пилипет, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Тест на ковид и самоизоляция. Какие правила нужно соблюдать при возвращении из-за рубежа? На защите режимных объектов 9 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России. Умницы и умники Саровчанка Елизавета Людайкина участвуют в юбилейном сезоне телевикторины для школьников. Далее расскажем обо всем подробно. Оформить все справки, пособия и выплаты в режиме онлайн на госуслуг можно будет к 2024 году. В электронный вид планируют перевести 200 массовых госуслуг. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, это обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, повысит их доступность и прозрачность. Гражданам не нужно будет приходить в государственные учреждения лично. Учреждения, в свою очередь, смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов, чтобы в оптимальные сроки оказывать услуги. При этом традиционный формат получения услуг также сохранится. Гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. Более 29 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в России за последние сутки. 658 из них выявили в Нижегородской области. Рост заболеваемости продолжается и в нашем городе. О четвертой волне COVID-19 и особенностях штамма Дельта рассказал главный врач КБ-50 Игорь Лашманов. За прошедшие выходные в Сырове выявили 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Статистика заболеваемости растет во всех регионах. По словам главного врача КБ-50 Игоря Лашманова, сейчас в 100% случаев регистрируют индийский Дельта-штамм вируса. 90% случаев заражения происходят в семейных домашних очагах. А следовательно, больше болеют дети. И что самое плохое, больше болеют пожилые люди. 80% пациентов, которые находятся на лечении, это люди старше 65 лет. По словам Игоря Лашманова, инкубационный период у Дельта-штамма короче и симптомы заболевания появляются быстрее. Также новый штамм КОВИД-19 чаще поражает молодых людей и детей. Если раньше мы видели развитие пневмонии цитокинового шторма на 8-10 день, то у современного вот этого Дельта-штамма развитие этих симптомов происходит уже на 5-7 день. Работа врачей не прекращается ни на минуту. Медики незамедлительно подстраиваются под ситуацию, чтобы обеспечить квалифицированную помощь всем пациентам. Сейчас в КБ-50 перепрофилировали неврологическое отделение и увеличили количество коек для больных в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести. В настоящий период увеличено количество ковидных бригад в поликлиниках. Это мы, если говорим про амбулаторный этап, в два раза увеличено. Увеличено количество медицинских, медсестеринских бригад для забора мазков. Увеличено количество... Мы перевели работу наших лабораторий, ПЦР-лабораторий в двусменный режим работы. Игорь Лошманов призвал саровчан соблюдать противоэпидемические меры, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он также напомнил, что основной защитой от коронавируса остается вакцинация. Записаться на прививку против COVID-19 можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, через портал Госуслуги и по телефону колл-центра 9-55-11. С наступлением холодной дождливой осени многие россияне отправляются путешествовать в теплые страны. Нужно ли сдавать ПЦР-тест и оставаться на самоизоляции при возвращении из-за границы, расскажем в следующем репортаже. Прилетел из-за границы, сделай тест на COVID-19. Эпидемиологическая обстановка диктует свои правила. Тот, кто возвращается домой из других стран, должен выполнить ряд условий. Люди, пребывающие из-за границы, в течение трех дней должны сдать тест на COVID-19 с помощью ПЦР в течение трех дней и сидеть на карантине до ожидания результатов этого теста. Кроме тех людей, которые в последние 12 месяцев имеют вакцинацию и в последние 6 месяцев переболели COVID. Также в течение четырех дней необходимые документы, результаты теста или сертификаты нужно загрузить на портал госуслуги. Год назад существовала перечень стран, в которые выезжать не рекомендовали. Сейчас же из-за роста заболеваемости для всех стран установили единые требования. Если человек приехал за границу, у него оказался положительный тест, он попадает в разряд больных, и уже тогда применяются методы карантина к тем, кто с ним живет, проживает. Это уже другое, это уже как он больной появляется на карантине сидит. А пока не подтвержден, что он больной, никаких карантина для учениковой семьи нет. С 8 октября изменилась форма регистрации граждан, приезжающих в Россию из-за границы. В заявлении на портале госуслуги скорректировали список необходимых данных о рейсе и личности пассажира. После заполнения анкеты выдают QR-код, который нужно предъявить инспектору в пункте пропуска при пересечении границы. Важно, что заполнение анкеты на портале освобождать от заполнения бумажного заявления. Директор 2-й гимназии Юлия Василкова стал лауреатом всероссийского профессионального конкурса «Директор Годы России-2021». Всего в финал вышли 30 руководителей общеобразовательных организаций со всей страны. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Максимальное пособие по безработице увеличит на 662 рубля в 2022 году. Оно будет равно МРОД и составит 12 792 рубля. Об этом заявили в Минтруде. Минимальное пособие оставит прежним 1500 рублей. Пособие выплачивают с первого дня признания гражданина безработным. Первые три месяца перечисляют 75% среднего заработка на последнем месте работы, но не более 12 130 рублей. В 2022 году не более 12 792 рублей. В последующие три месяца 60% заработка, но не более 5000. Максимальное пособие могут получить те, кто постоянно работал и потерял трудовой доход. Минимальное – те, кто прежде не работал или не работал длительное время или был уволен за нарушение. Число зрителей на домашних матчах хоккейного клуба «Торпеда» ограничили до 500 человек. По новым правилам, на нечетные домашние матчи смогут попасть владельцы абонементов нечетных секторов. На четные домашние матчи – четных секторов. Зрители помимо абонемента должны предъявить распечатанный или открытый на смартфоне QR-код с единого портала государственных услуг одного из следующих документов. Сертификат профилактической прививки от COVID-19, сертификат о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев – универсальный документ посетителя мероприятий «Мультипас». На защите особо важных государственных объектов 9 октября свой профессиональный праздник отметили сотрудники специальной пожарной охраны МЧС России. О том, когда в нашем городе появилось это подразделение и какие задачи оно выполняет, расскажем в следующем репортаже. В боевой готовности 24 часа в сутки. Друг друга сменяют 4 караула. На сотрудниках специальных подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России лежит огромная ответственность. Они защищают от огня особо важные государственные объекты оборона промышленного и атомно-энергетического значения. В Сарове это РФЯЦ-НИЕФ. Объект уникальный, поэтому здесь требуется и наличие специальной техники, и наличие специальной подготовки у боевых подразделений, так как на каждом объекте и тушение должно быть организовано определенными способами правильными, и, соответственно, применение каких-то огнетушащих веществ. История создания специальных подразделений Государственной противопожарной службы неразрывно связана с разработкой ядерного оружия в нашей стране. 9 октября 1947 года вышел приказ МВД о создании специальной пожарной охраны. Со временем к зоне ответственности этой структуры отнесли и закрытые города. Особенности то, что у нас все сотрудники также допущены в гостайне, то есть мы проходим проверки при поступлении на службу, и, соответственно, наверное, в основном это ответственность, да, то есть все понимают, что наше подразделение охраняет особо опасный объект. В Сарове отдел пожарной охраны объекта открыли через год, в 1948 году. Первым начальником отдела назначили Александра Александровича Разина, капитана технической службы. Сотрудники специальных подразделений ведут работы по профилактике и предотвращению возгораний, а также регулярно организовывают учения. От лица руководства, специального управления ФПС номер 4, от лица личного состава поздравляем всех ветеранов, стоявших у истоков создания специальной пожарной охраны, и благодарим вас за огромный вклад, который вы внесли в охрану нашего уникального объекта в ГУПРФИАЦУНЕВ. Здоровья вам и вашим близким. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Пожилую Саровчанку сбил водитель автомобиля Ниссан на улице Шевченко 8 октября. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Чем еще запомнилась прошедшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Двое Саровчан пострадали на дорогах за прошедшую неделю. 8 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Харитона водитель Рено Дастер сбил человека. От удара пострадавший получил ушибы и перелом. В тот же день на улице Шверника пожилая Саровчанка попыталась перейти дорогу в непредназначенном для этого месте, недалеко от светофора. На пешехода совершил наезд водитель автомобиля Ниссан Икстрейл. Пешеход получил у нас телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей головы и ушиб поясничного отдела позвоночника. Мотосезон подошел к концу, но некоторые байкеры не торопятся прощаться со своими железными конями и становятся участниками ДТП. 4 октября на улице Димитровым мотоциклист не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», который ехал по главной. В этот раз пострадал водитель мотоцикла, госпитализировано в хирургическое отделение КБТ, но мне 50. Всего за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 97 правонарушений. Также сотрудники транспортной полиции продолжают операцию такси, чтобы выявить и наказать незаконных перевозчиков. Сыровчанка Елизавета Юдакина участвует в 30-м юбилейном сезоне телевикторины для школьников «Умницы и умники». О своих впечатлениях от съемок в программе Елизавета рассказала нашей съемочной группе. Они выходят на игровые дорожки, отвечают на вопросы на трибунах, зарабатывают очки, которые называются ордена и медали. Это традиционный формат, знакомый многим телевикториной «Умницы и умники», которая выходит на Первом канале 30 лет. Все эти годы бессменным и любимым многими зрителями ведущим остается Юрий Вяземский. Юрий Павлович Вяземский уникальный человек. Это человек, который 30 лет отдает своему делу время, горит этим делом и вдохновляет многих ребят на победы и свершения. Сыровчанка Елизавета Юдакина прошла длинный и непростой путь, чтобы попасть на юбилейный сезон. На первом этапе девушка писала эссе, на втором проходило собеседование. Дальше участников ждал региональный этап, который проводился в ННГУ Лобачевского, где гостем и главным судьей был сам Вяземский. Была игра в стиле передачи, только также были дорожки и по ходу игры были выбраны победители и призеры. Участники соревновались в красноречии, логике и знании литературы, истории, культуры, дипломатии и философии. Тема юбилейного сезона «Древняя Греция» повторяет тему самой первой игры. Вопросы, по словам Елизаветы Юдакиной, сформулированы очень интересно. Уникальность передачи этой Олимпиады в целом в том, что ты не знаешь, что тебя могут спросить. То есть дана определенная тема, но больше ничего. И в этой теме обширное количество вопросов, которые могут быть охвачены в передаче. Елизавета считает, что участие в теле Викторине позволило ей не только проверить свои знания и узнать, как проходят съемки таких передач. Благодаря игре девушка также нашла новых друзей из разных уголков страны. Дуримар, черепаха-тортилла, лесной эльф и игуан-аристократ. Этих и других сказочных существ можно встретить в библиотеке Маяковского. В зале искусств открылась выставка интерьерных кукол настроения цвета. Подробности в следующем репортаже. Мимика, позы, детали одежды. Каждая мелочь в образе экспонатов выставки продумана с особой тщательностью. Результат кропотливой работы поражает. Сказочные персонажи словно живые и вот-вот заговорят. Интерьерные куклы выполнены в филигранной технике «Грунтованный текстиль». Еще называют текстиль с эффектом фарфора. Изделия в этой технике получаются самобытными и неповторимыми. Большинство мастеров тщательно подбирают именно свою уникальную формулу грунтовки. И держат в секрете, не делятся ни с кем. Над созданием кукол трудился творческий союз «Света-мама». Три мастерицы решили поделиться плодами своего творчества с саровчанами. Это Светлана Шевченко, Татьяна Клишина и Мария Давыдова. Подобные выставки в Маяковке проходят не впервые и каждый раз удивляют своей фантазией и сказочностью образов. Как-то они все объединены немножко водной темой. Если вы заметили, что здесь присутствует тема болота и тема реки, в том числе и наши любимые герои из Буратино. Но это тоже водные герои. Это дуримар, плавец пиявок, и великолепная черепаха-тортила, мудрая, добрейшая, которой помогла Буратино добыться своего счастья и удачи. Выставка «Настроение цвета» будет открыта до середины ноября. Посетить ее может любой желающий в часы работы библиотеки с соблюдением санитарных норм. Вход бесплатный, мероприятие без возрастных ограничений. Субтитры подогнал «Симон»!